И вот потихонечку приходит к концу отдых в пионерских лагерях. Ну сейчас это не пионерские лагеря, а сейчас это лагеря отдыха. И дети приезжают выносить мозги родителям. Предлагаем вам оригинальный вариант, как отмазаться. То есть надо ребенку купить небольшую живую, а можно и большую игрушку. Потому что вместе с кошкой, собакой или в нашем случае с шиншиллой от Зоосауна Шуши становится как-то жить полегче. Потому что жизнь появляется дома. Есть куда бежать и для кого покупать очень полезные и вкусные вещи. Ну давайте сегодня посмотрим, что за новинки Зоосауна Шуши нам предлагает. Ну вообще домашнее животное это не игрушка. Это друг, член семьи, ну и собутыльник. Причем друг, который не придаст и не продаст. Ну разве что за маленькую вкуснятку, да и то ненадолго. В качестве члена семьи вы получаете вечного ребенка в возрасте от 5 до 10 лет. Прекрасно понимающего речи при должном воспитании он становится самым любимым членом семьи. Ну а насчет собутыльника это шутка. Просто одинокому человеку приятно, когда кто-то есть рядом и он не выносит мозги, не требует шмоток и не винет себя как последняя стерва. И все это далеко не шутка. И даже если это крыс недолго живущий или мышь шкодный, то тот небольшой период земной жизни, когда он рядом, не забудется никогда. Ну а что говорить про собак, кошек или шиншилл? Даже ваши школьные друзья это всего лишь максимум на 10 лет. А так по жизни кто вокруг вас? Но это тема другой передачи. Основная тема Зоосауна, а точнее выставки продажи шушев в большей части шиншиллы. Замечательные грызуны с покладистым характером, требующие минимального ухода. Если бы не коты в количестве 6 суперперсон, то можно было бы подумать. Еще из наблюдений. Аллергия, как правило, начинается от банальной пыли. Если в доме чистота, то с чего бы? А чистота это и чистое здоровье и питание. И вот отсюда поподробнее. Давайте перечислим сколько у вас любимых блюд. Вот давайте шашлык, бешбармак, манты, пельмени в конце концов. Это все укладывается на двух руках. То есть человек же имеет право выбора. И ваш маленький питомец или большой питомец тоже имеет право выбора. Теперь к слову о том, каков выбор кормов здесь, в зоосалоне Шуша. Так вот, здесь максимальный для города Магнитогорска выбор кормов. То есть вы можете дать своему питомцу возможность попробовать то, что произведено. В Канаде. В Германии. Так, это у нас где произведено-то. О-о-о. Короче, мне сложно перечислить. Здесь продукция практически всего мира. За исключением Китая и Японии. При этом вот этой продукции, извините, корявые наши ручки не прикасались. Поэтому можно 100% говорить, что в этой продукции мяса гораздо больше. Хотя есть тут и еще кое-что. Теперь маленький совет от человека, который чуть-чуть больше знает. Дело в том, что сухарики это не есть панацея. Сухари это всего лишь 30% от нормальной еды вашего питомца. Поэтому в зоосалоне Шуша консервы на любой вкус. Почему такая концентрация на кормах и на ассортименте? Да потому что банальных лотков и магазинов в городе много. Все вертят, естественно, по самой неболусе. А Шуша должна быть лучше. Здесь больше, интереснее и разнообразнее, чем где-либо. Кстати, здоровое питание это залог продолжительной жизни вашего члена семьи о четырех лапах. Да вы попробуете отойти от банальных и разноцветных сухарей. И гарантированно найдете ту вкуснятку, хряпая которой уши будут двигаться от аппетита. А настроение и жизнерадостность поднимется. Каждая женщина знает, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Дело в том, что ваш маленький питомец, будь то собака, кошка, хорек или еще кто-то, имеет очень высокий уровень интеллектуального развития. К примеру, кошки достигают уровня развития восьмилетнего ребенка. Если у вас есть голова и глаза, вы это все увидите. Естественно, они могут вас так же радовать, как это делает маленький ребенок. То есть выучиться различным приколам. Проще всего этого сделать, когда у вас в наличии очень большое количество вкусняток всяких. То есть небольшие команды и поощрения. К примеру, вот можно птица с сыром для кошек. Хэппи Кэт. Знаете, картошка, оказывается, с курицей бывает. Ну вот, с трагониной, с курицей. Тут вообще очень много всего. И кто вам сказал, что ваше животное не любит так же красиво одеваться? Ой, они такие моденькие. Если кошки, допустим, ну, это отдельная статья. Хотя для кошек я вам показывал. То вот собачки, это просто прикол. Одели, красиво выглядит и перед другими хвостом виляет. И для этого не нужен кредитный джип или дырявая норковая раскатанная шуба. Или дивное российское золото, наполовину состоящее из меди. Все гораздо проще. В сотни раз дешевле и в десятки благодарнее. Да они же все понимают. Понимают и вашу вертлявость перед зеркалом и наезд за опоздание. И еще раз повторюсь, они понимают все. Поэтому 10 раз подумайте, прежде чем завести себе маленький комочек жизни. Это не меньшая ответственность, чем дети. И даже большая. Учитывая никакой уровень медицины и практически такой же ветеринарии города Магнитогорска. Ну а подумав и взвесив все, сделайте правильный выбор. В отношении места, где вы будете покупать корма и вещи для долгой и счастливой жизни вашего питомца. Как то зоосалон Шуша. Небольшое количество магазинов я желаю рекламировать. Потому что, ну, как-то я не очень так ровно дышу коммерческой составляющей города Магнитогорска. Если бы дело было как раньше, когда рекламы было много. А сейчас все ее срубают. Но, тем не менее, зоосалон Шуша в рекламе нуждается. Потому что есть честный и самый большой выбор отличных кормов. Теперь, как его найти? Напротив киноконцертного зала партнер Карла Маркса 97. Обязательно порадуйте питомца чем-нибудь очень вкусненьким. Продолжение следует...